Ташкент Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Елмазом, прибывшим в нашу страну для участия в третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме. В начале беседы Джевдет Елмаз передал главе нашего государства искренние приветствия и добрые пожелания президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-турецких отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. С глубоким удовлетворением отмечены продолжающиеся интенсивные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота, количество совместных проектов и предприятий, частота прямых авиарейсов. С участием ведущих турецких компаний реализуются крупные инвестиционные проекты в энергетической, добывающей, пищевой, текстильной и других приоритетных отраслях. Особое внимание было уделено подготовке повестки дня предстоящего очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Прежде всего, формированию нового портфеля проектов кооперации и программы культурно-гуманитарного обмена. Каждый раз, когда мы приезжаем в Узбекистан, становимся свидетелями масштабных реформ, преобразований. И в преддверии очередного Ташкентского международного инвестиционного форума у нас очень большие ожидания и конкретные цели. Мы хотим в его рамках обсудить и проработать новые проекты в сфере торговли, туризма и других направлений. Будем делиться своим опытом, изучать свою очередь, опыт вашей страны. И встреча с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мерсиёевым придала нам еще больше уверенности, гордости. Для нас внимание руководителя вашей страны открывает новые возможности на пути к реализации перспективных проектов, укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Пользуясь этим случаем, мы также передали лидеру Узбекистана приветственные слова президента Турции Рыжепа Таипа Эрдогана. Встреча прошла в конструктивном духе. Мы обменялись мнениями в области стратегического партнерства, эффективного использования экономических возможностей, в частности, незадействованного потенциала. Также хотелось бы отметить о важности предстоящего Ташкентского международного инвестиционного форума. Это событие значимо не только для Узбекистана, но и для всех стран, принимающих в нем участие. Платформа позволит не только заключить новые деловые контакты, но и обсудить вопросы глобального масштаба, изучить передовой опыт и, конечно же, ознакомиться с инвестиционным потенциалом и достижениями Узбекистана в последние годы. Нет сомнений в том, что форум предоставит возможность определить для всех нас новые точки роста, конкретно обсудить реализацию намеченных перспективных проектов и открыть новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Халифу. Глава нашего государства отметил важную роль фонда ОПЕК в достижении основных целей устойчивого развития и высоко оценил финансируемые в Узбекистане проекты бизнеса в сфере промышленности, инфраструктуры, водоснабжения и других. Подчеркнута важность скорейшей подготовки к реализации проекта в рамках подписанного в ходе форма соглашения на сумму 500 миллионов долларов. Документом предусматривается продвижение новых направлений практического взаимодействия. Туризм, логистика, фармацевтика, экология, поддержка женского предпринимательства и молодежных инициатив. А затем президент республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев принял делегацию Азербайджанской республики во главе с министром экономики Микаилом Джабаровым, прибывшую в нашу страну для участия в Ташкентском инвестиционном форуме. В начале встречи министр Микаил Джабаров передал лидеру нашего государства искренние приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства, а также расширение практического сотрудничества в контексте выполнения ранее достигнутых договоренностей. В прошлом году взаимный товароборот вырос на 27 процентов, с начала года еще на 15 процентов. Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнической, текстильной, туристической и других отраслях. Подчеркнута важность дальнейшего увеличения портфеля проектов, в том числе с привлечением средств совместной инвестиционной компании. Для тщательной подготовки экономической повестки предстоящих встреч на высшем уровне в ближайшее время будут проведены очередное заседание межправительственной комиссии и второй форум регионов двух стран. Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества. Высоко оценены основные итоги прошедшей сегодня трехсторонней встречи министров экономики и энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана.